Да сделаю я! Сделаю! Здарова, народ! Не об одной и другой модели вы не просили мне рассказать так, как о Nike Karin 2. Так что готовы вы или нет, получайте. Их релиз случился в середине декабря 2015 года. Но задолго до того в интернете начали всплывать их первые фотки, не вызвавшие у меня позитива. Посудите сами непомерно раздувшаяся подошва. Снова эти гиперревовские круги снаружи. Дубовый гиперфьюз и ремешок скопированный с KD4. И если бы не наличие логотипа самого Кайри, шузы можно было бы смело спутать с одной из многочисленных безымянных найкотских бюджеток. Вспомните себя, ведь примерно так вы и рассуждали в начале. Но со временем сеть наводнили их более качественные снимки. Да и стали выходить все новые и новые расцветки. Одна краше другой. Отдельный респект за подростковые расцветки, которые получились также горячими. Но следом появилась она. Та самая Дюк. Сочетание черного, синего и серебра буквально выжгло мой мозг. И я понял, что просто обязан ими обладать. Понятное дело, что к этому моменту от былого недовольства не осталось и следа. Забавно, что Дюк одна из немногих расцветок во всем мире, продававшаяся ограниченным тиражом. И только в нашей великой державе ей было уготовлено место в стоках. Вы не поверите, но над дизайном вторых кайри трудился уже знакомый нам Лио Чанг. Оказывается, что пока он не уродует ноги Дюранта, он в состоянии делать вполне адекватные игровые модели. И да, теперь мы знаем наверняка, что он без ума активосика. Лио Чанг. А тем временем, дядя Дрюк проводил неслабый сезон, вытворяя с мечом всякие мыслимые и немыслимые вещи. Умудрился попасть в шахтин фун. Да, и в том году Кайри доказал, что у него есть самые что ни на есть стальные яйца. Ведь он прошел весь путь, завершив его мощным нокаутом. Кто с трехой к нам придет, а трехой и погибнет. В итоге первое в жизни чемпионство. Но на этом чувак не успокоился и добыл еще и первую золотую олимпийскую медаль. Стоит отметить, что воображения у него похоже совсем нет, ибо методы он выбирал одни и те же. В любом случае, неслабый выдался год, не так ли? Кстати, помимо мистера Ирвинга, в его кроссовках играли и другие игроки лиги. Но давайте уже поговорим о самих шузах. А начну я, как ни странно, с их коробки. Друзьям и семье досталась их особая версия бокса. Я, к сожалению, в их круг не вхожу, поэтому удовольствовался стандартной. Видите, цифра 2 в них имитирует игровую схему. Она выполнена с намеком на бурное дюковское прошлое мистера Ирвинга. А теперь плавно перейдем к качеству сборки. И если говорить начистоту, перед нами действительно бюджетная модель, со всеми вытекающими из этого последствиями. А именно среднего качества материалами и откровенно скудным сочетанием технологий. С другой стороны, а чего вы хотели? 120-долларовый Nike, он и в Африке 120-долларовый. Примерно посередине кроссовок внешка шузов поделена пополам. Спереди у нас находится жесткий гиперфьюз, а сзади более мягкий композитный меш. По сравнению с первой моделью серии, гиперфьюз стал значительно мягче. И тем не менее, первоначально он достаточно жесткий и по-прежнему требует несколько полноценных тренировок на разбивку. Обратите внимание на носок пальцевой коробки, который в этих кроссовках конкретно так усилен. Вообще, с носкостью вторых кайри все очень и очень неплохо. Вернемся к мешу, покрывающему голеностоп. Обратите внимание, что вкупе с достаточно мощным встроенным задником, он формирует самые настоящие ложа для пятки. А поролоновой набивки по бокам достаточно, чтобы снизить ненужное давление на костяшки. Кстати, у кроссовок есть частичный внутренний сапожок, еле-еле доходящий до мидфута. Как таковые вентиляционные отверстия есть лишь на язычке. Но благодаря пористому строению гиперфьюза, вентиляция шутов сносная. Семирядная слегка асимметричная шнуровка неплохо фиксирует стопу. А помогает ей в этом фиксационный ремешок. Многим он напомнил ремешок четвертых дюрантов. Так вот, это лишь на первый взгляд. В отличие от KG4, он более основательный, круто вписывается в дизайн, при этом действительно участвуя в фиксации стопы. И еще один момент, про который я просто не могу умолчать. Видите, в середине ремешка нет липучки. Есть она лишь на его кончике. Да, и сама липучка такая, шнурки к ней не липнут. Знали бы вы, сколько у меня было пар, шнурки которых раздрачивались из-за подобных ремешков. Подошва этих кроссовок имеет достаточно странный рисунок, представленный прямыми линиями, идущими в разных направлениях. Также у них есть массивная округлая пивотальная точка, занимающая практически весь перед стопы. Благодаря ей, оригинальному рисунку протектора, а также мягкости материала подметки, тракция получилась идеальной. Причем идеальная она без каких бы то ни было оговорок. На любом покрытии, независимо от степени его запыленности, ты останавливаешься словно вкопанный. Зум в этих шузах есть, но находится он в глубине толстенной митсоли, где его прочувствовать нереально. Да, а в носке его вообще нет. Именно поэтому, бегая в карри 2, я снова и снова испытывал недостаток амортизации. Глядя на эти кроссовки, можно предположить, что широкая округлая митсоль станет причиной неустойчивости. Но это не совсем так, ведь под нагрузкой она уплощается. А круглые края захлёстом эти шузы получили не случайно. Дизайнеры, проанализировав стиль игры кайри, пришли к выводу, что меняя направление при совершении обманного манёвра, он немного заваливает стопу на бок. И подобный дизайн кроссовок позволяет это сделать намного легче. Кстати, по такому же принципу в поворот входят мотогонщики. В средней части стопы кайри 2 нет ригидного материала. Но из-за немалой толщины плотной митсоли стопу не крутит. Кстати, раздувшаяся митсоль вторых кайри во многом напомнила мне таковую у Крэйзи 8. У них также не страдало чувство корта, а кроссовки ощущались настолько естественными, что в них хотелось буквально носиться по паркету. У этих кроссовок есть ярко выраженные достоинства. Такие как эталонная тракция, фиксация стопы и просто потрясающее ощущение естественности во время игры. При этом у них имеются и такие серьёзные недостатки, как сниженная амортизация и бедность использованных материалов. Поэтому, если вы согласны с ними мириться, тогда получайте действительно необычные шузы, в которых на площадке вы с лёгкостью будете совершать абсолютно безбашенные вещи. Если смотреть по технологиям и материалам, то кайри 2 недалеко отошли от первой модели серии. И это несмотря на удорожание на 10 баксов. Но что касается необычных идей и интересных дизайнерских решений, то в этом плане шузы меня откровенно порадовали. Да, кроссовки Найк Кайри 2 созданы для скорости, а также для тех счастливчиков, кто в состоянии этой скоростью управлять. Собственно на этом всё. Понравилось видео, поставь лайк. Расскажи им друзьям, расскажи им врагам, бабушке своей даже можешь рассказать. Главное не проходи мимо. А с вами был Янган для лучшего кроссовочного сайта Рунета. Как всегда о кроссовках, дотошно и с юморком. Увидимся на площадке. Редактор субтитров А.Семкин